Продолжение следует... Отметили Истер, а вот 19 апреля, следующее воскресенье, православная Пасха. Мы говорим Пейсах, Истер, Пасха, но символические значения этих слов разные. Пейсах, Пасовр, праздник, который еврейский народ отмечает уже на протяжении более трех тысяч лет в честь освобождения от египетского рабства, Пасха – праздник свободы, праздник образования еврейской нации, праздник исхода. Пасха – праздник воскресенья, праздник торжества вечной жизни. Чтобы понять значение православной Пасхи, обратимся к рождению христианства, жизни и учению Иисуса Христа. После многочисленных гражданских войн и кровавого террора 30-х годов до нашей эры племянник Юлия Цезаря Октавий Август установил порядок и провозгласил себя первым римским императором. Век Августа называется лучшим периодом Рима, золотым веком его культуры. Римский орел раскинул крылья от Атлантики до Ближнего Востока, от Британии до Африканских берегов. Город на семи холмах превратился в центр, куда вели все дороги мира. Блестящая военная техника, организация и дисциплина завоевали римлянинам положение хозяев Средиземного моря. По всей империи действовали храмы, посвященные императору Августа. Ему пелись словословия, его прозначали отцом Отечества, человека-богом. Заговорили о нерушимом царстве, установленном навеки. Однако покоренные народы не хотели мириться с такой перспективой. Во многих провинциях начались волнения, где на Рим смотрели как на поработителя и верили, что этот апокалиптический зверь падет от меча Мессии. Завоевав завоевание, не избавили Рим от тяжких внутренних конфликтов. Рабы не раз поднимали восстание. После разгрома гладиатора Спартака, шесть тысяч непокорных были распяты вдоль дороги от Капуи до Рима. Не менее глубоким был и духовный кризис империи. Древние верования и мифы уже не вызывали доверия. Религия поклоняться императору как Богу теряла значение и превратилась в составную часть гражданских обязанностей. Широко распространились различные секты и культы. Стали молиться египетской богине Исиди, персидскому богу Митри, фригийской богине Кибили. Возрождались греческие мистерии. Окультные учения, астрология и магия находили последователи во всех классах римского общества. Человек стоял на распути. Время от времени оживала надежда, что появится тот, кто выведет мир из лабиринта. Поэт Вергили предсказывал рождение младенца, с которого начнется новая эра Сатурна. Буддисты ждали Будду, индуисты – очередное воплощение бога Вишны, персы – спасителя, иудеи ждали Мессию. Многие верили в конечное торжество добра над злом, света над мраком, бессмертие над смертью. Верили, что Бог посетит народ свой. Наконец, когда все, казалось бы, уже испытано и исчерпано, над горизонтом истории зажглась новая заря. В двадцатый год правления Августа в маленьком иудейском селении Назарет Галилейское Дио Мария услышала весть «Ты родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца». Еще за пятьсот лет до рождения Христа человечество вступило в полосу религиозных революций. Повсюду, от Китая до Италии, величайшие умы человечества пытались найти ответы на жгучие вопросы жизни и веры. Будды, Ладзии, Конфуции, Заратуса, греческие философы, еврейские пророки Моисей, Амос, Осия, Исаия, Еремия, Илья – все они духовно оформили мир, в котором пришел Иисус Христос. Особенно непостижимо у еврейских пророков тайна их вдохновения. Бог непосредственно через них возвестил свою волю. Они сознавали себя орудиями, глашатыми, посланниками Всевышнего. Через них Бог говорил с миром и ждал от него ответа. Пророки стали первыми, кому открылись направления и смысл человеческой истории. Я хочу только напомнить вам слова Иисуса Христа и его отношения к древнему Моисееву закону. Христос говорил своим ученикам, «Не подумайте, что я пришел упразднить закон пророков, и я пришел не упразднить, а исполнить, ибо истину говорю вам, пока не пройдут небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется». А на вопрос в отношении десяти заповедь, какая из них первая из всех, Иисус ответил так. Первое есть. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Бог единый, и возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумом твоим, и всей крепостью твоего тела. А вот и вторая. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нет других заповедей больше, чем эти. На этих двух заповедей держатся закон и пророки. Это вот так ответил Иисус о важности, какая из всех заповедей более важная. Христос постоянно называл себя Сыном Небесного Отца. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына. Во мне, Отец, говорил Христос, а я в Отце. Богосынство становится в Христе Богочеловечеством. Сын человеческий, говорит Христос, не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и дать душу свою, как выкуп за многих. Вот слова выкуп и искупление были в Библии синонимами спасения. Так Христос рассматривал свою земную миссию. Он послан Богом Отцом на землю для искупления грехов человечества, и поверившие в Него обретут жизнь вечную. Все религии мира учат о спасении человеческой души, ибо подразумевают, что краткая жизнь человека на земле не есть конец, а только переход к другой жизни. Христос так и говорил о своей миссии ученикам. Я свет миру. Тот, кто следует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Последние дни пребывания Христа на земле совпали с праздником Пейсах. Утром в четверг Иисус велел апостолам готовиться к Седеру, пасхальной трапезе. По еврейскому закону ее следовало начинать 14-го числа месяца Ниссан. В том году эта дада падала на пятницу, но Христос знал о предательстве Иуды, и что ему оставалось быть на свободе менее суток, и поэтому хотел встретить Пасху в кругу своих учеников. Он придавал особое значение этому последнему в его земной жизни празднику. Великим желанием возжелал я вкусить эту Пасху вместе с вами, прежде моего страдания, сказал Иисус, «Ибо говорю вам, не буду вкушать ее доколе не исполнится она в Царстве Божьем». Накануне Пасхи он говорил ученикам, «Вы знаете, что через два дня Пасха и Сын Человеческий предан будет на распятие». Ученики не поверили ему, ибо не верили в трагическую развязку. Наоборот, они продолжали думать, что нынешний седр станет каноном его торжества. «Где нам приготовить Пасху?» спросили ученики. Иисус послал ее в город к одному из своих тайных последователей. Пасха должна была совершиться по закону в Иерусалиме. «Идите в город», – велел он Петру и Иоанну, «и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Иисус принял меры предосторожности. Он назвал имя владельца дома только Петру и Иоанну и дал им знак. У ворот они встретят человека с кувшином, который и проводит их. Обстановка секретности начала беспокоить учеников. Двое даже вооружились кинжалами на случай внезапного нападения. На исходе дня Иисус с учениками пришел в Иерусалим. Хозяин уже ждал их. Большая верхняя комната дома была убрана, и выслана циновками. Все остатки квасного хлеба по обычаю Пейсиха были уничтожены, но стояли глиняные тарелки с мацой, кувшины с вином. Ветхозаветные пророчества нередко изображали мессианское царство в виде пира. Христос дорожил этим символом. Священное событие, Христос с учениками, собравшись за столом отметить Пасху, запечатлено в церковных молитвах и гимнах, в творениях гениальных художников эпохи Ренессанса, включая фреску Леонардо да Винчи, находящуюся сейчас в одной из церквей Милана. Христос омыл ученикам ноги. Они протестовали, считая себя недостойными. Он ответил, «Я Господь и Учитель, и вы должны друг другу умывать ноги. Я дал вам пример, я завещаю вам, как мне завещал Отец Мой царство, чтобы вы ели и пили за трапезу в царстве моем». Читали, и потом все прочли вместе, благодарственную молитву, а затем слушали пасхальное словословие, рассказ о исходе из Египта и ели агнца с горькими травами. Христос был погружен в глубокую скорбь, а затем сказал, «Один из вас предаст Меня». Он ест со Мною. Наступило молчание. На вопрос Иоанна, «Кто предатель?» Иисус чуть слышно ответил, «Тот, кому я протянул кусок хлеба». Хлеб был протянут Иуде Искариоту. «Что делаешь, делай скорее», сказал ему Иисус. Иуда встал и молча вышел из комнаты. Вновь были омыты руки и разлито вино. Христос произнес молитву и разломил кусок мацы, лежавший перед Ним. «Возьмите», — сказал Он ученикам, «это тело Мое, ломимое за вас». Затем Иисус взял в руки общую чашу благодарения, которую обычно пили в конце вечера, и произнес стихо, «Эта чаша есть новый завет в Моей крови. Пейте из нее все. Это есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая для отпущения грехов. Делайте это всегда, воспоминания обо мне». Так свершилась Пасха Нового Завета. Еврейские мудрецы говорили, что каждая Пасха есть освобождение от рабства, совершающее вновь и вновь. Точно так и Новозаветная Евхаристия означает причастность к спасению. Позднее апостол Павел отметит это в своих посланиях. «Когда вы едите хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господа возвещаете, доколе Он придет». В заключение той последней вечери Христос сказал, «Дети Мои, еще недолго я с вами заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, и вы, и вы, как я возлюбил вас, да и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Конечно, наверное, мир был совершенно другой, если бы христиане соблюдали эту заповедь Иисуса. «Вся история христианства говорит о бесконечных войнах, католики с протестантами, православные с католиками и все между собой. Пожалуй, нет ни одной христианской страны, которая не воевала бы друг с другом, не говоря о реках крови при колонизации других стран или двухтысячелетия преследования евреев. Христос принес в мир великое учение любви, но высота, на которую он поднял планку, оказалась недосягаемой для большинства людей. Но это не значит, что любви не существует, просто дорога к этой вершине очень длинная и трудная. Господи, сказал один из учеников Фомах, мы не знаем, куда ты идешь, и как нам знать твой путь. Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня. Если бы вы знали Меня, то и Отца Моего знали бы. И отныне вы знаете Его и видели Его. «Господи, покажи Нам Отца!» И этого довольны нам, сказал другой ученик Филипп. «Сколько времени я с вами, а ты не познал Меня, Филипп! Кто Меня увидел, увидел Отца! Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне!» С пением псалма все покинули дом. Иисус решил оставаться на ночь в Герсиманском саду. Тогда это был небольшой оливковой рощи, обнесенной стеной. Ученики, выйдя за ограду, стали располагаться на отдых. «Побудьте здесь», – сказал Иисус, «а я пойду вглубь сада и помолюсь». «Ава, отче, все возможно для тебя, пронеси эту чашу мимо Меня, но ничего я хочу, а чего ты хочешь. Не моя воля, но твоя да будет». Эту ночь хорошо передал нам великий русский поэт Леонид Пастернак в стихотворении «Герсиманский сад». Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы масличной, внизу под нею протекал кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал, «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем, уничтожения и небытия, простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта часть, чаша смерти, миновала, в поту кровавом он молил Отца. Смягчив молитвы, смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремы, валялись в придорожном ковыле, он разбудил их. «Вас Господь сподобил, жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт, час сына человеческого пробил, он в руки грешника, грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда, с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезом, и ухо одному из них отсек, но слышит, спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда, и волоска-то, дабы на мне не тронув, враги расселись, бы без следа, но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно, аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче, и может загореться на ходу, во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне носут, как баржи каравана столетия поплывут из темноты. Замечательное стихотворение Пастернака. У него, кстати, все стихотворения и приложения книги доктора Заживага одно лучше другого. Иисус был арестован и утром пристал перед судом Синдриона. В него входили священники и старейшины. Первосвященник Аиафа задал ему вопрос. «Заклинаю тебя Богом живым. Ты ли Мессия, сын Бога человека? Я есть. Ты ли Мессия, сын благословенного? Я есть», был ответ. «Но я говорю вам, отныне увидите сына человеческого, восседающего на правую сторону силы и грядущего на облаках небесных. Это было беспримерное свидетельство. Редко, когда Иисус говорил столь прямо о своем мессианстве». «Итак, ты, сын Божий, переспросил Каяфа, ты сказал, ответил Иисус. Для священников Синдриона такие слова были святотастом. Никогда ранее никто не называл себя сыном Бога. Повинен в смерти. Таков был приговор. Но Синдрион не имел права казнить кого-либо. Иудея была провинцией Римской империи. Смертный приговор мог вынести только римский прокуратор Пилат, верховный правитель Иудея. Иисуса доставили во дворец Пилата. «Ты, царь иудейский?» спросил Пилат. «Царство мое, не от мира сего?» сказал Иисус. Пилат переспросил. «Ты все-таки царь?» «Ты говоришь, что я царь», ответил Иисус. Это была обычная на Востоке форма утвердительного ответа. «Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает моего голоса». «Но что есть истина?» переспросил Пилат. «Откуда ты?» Иисус молчал. «Разве ты не знаешь, что я власть, имею отпустить тебя или распять тебя?» «Ты не имел бы никакой власти надо мной, если бы не было дано тебе свыше». Обвинители Христа настаивали, что он называет себя Мессией, и его следует считать бунтовщиком. «Они говорили Пилату, если ты отпустишь его, ты не друг Кесаря. Всякий, делающийся царем, восстает против Кесаря». И Пилат принял решение. «Ибис Эд Круссэм, ты будешь распят». Христа предали в руки римских легионеров. С тех пор тысячи лет в смерти Христа обвиняют евреев, хотя смертельный приговор вынес римский прокуратор Пилат. Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что нужно понимать суть смерти Христа и его миссию на земле. Это был замысел Бога. Люди погрязли в грехах. И Бог решил послать Сына Своего любимого, чтобы Тот своей мученической смертью искупил все грехи человечества. И те, кто поверят в Него, не умрут, а обретут жизнь вечную. Так поют в церквях на паству. Христос смертью Своей смерть победил. Смертью смерть поправ. И если это замысел Бога, если на этом зиждется вся христианская религия, то как кто-нибудь из людей мог бы воспрепятствовать замыслу самого Бога? Две тысячи лет преследования евреев, огромное количество пролитой крови. Сам Христос утверждал, что Он пришел в этот мир исполнить ветхозаветный закон, а не разрушить его. Он его и исполнил. А вот, к сожалению, многие из его последователей нарушили его. Тот, кто из вас был в Иерусалиме, а я уверен, очень многие из вас побывали там, наверное, обратил внимание, как толпы половников идут по Вива Долороса, дороги, называемые Скорбный Путь, по которой вели на смерть Христа. На его груди была табличка, на которой на трех языках, еврейском, греческом, латинском, была надпись Иисус Назарянин, царь иудейский. Иисус шел медленно, он был истерзан, его сильно били, он сильно он ослабел и не мог нести вот эти перекладины, этот крест, на котором проводили распятие. Что было там, дальше я вам расскажу больше, а сейчас я просто извиняюсь за свою оговорку, я сказал Леонид Пастернак, Борис Леонидович Пастернак, это просто моя оговорка, но я думаю за это вы не обиделись. Итак, давайте сделаем небольшой перерыв и вернемся. Ну вот, мы возвращаемся во вторую часть программы Яна Йоффа «Странички истории». Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте нам их на наш имейл-адрес в нашу редакцию, мы безусловно передадим все Яну Йоффе, но сейчас, пожалуйста, слушайте внимательно. Ян, прошу вас. Иисус Христос очень сильно ослабел и по дороге все время падал. Он не мог нести этот крест. Тогда римляне задержали некого Симона, который шел в Иерусалим и приказали ему нести крест. Выйдя из города, процессия повернула к крутому холму, расположенному неподалеку от стены. За свою форму этот холм получил название Голгофа, то есть череп или лобное место. На его вершине поставили кресты для распятия. Распятие было одной из самых бесчеловечных казней древнего мира. Обычно распинали мятежных варваров или рабов. Осужденного привязывали, а иногда прибивали гвоздями к столбу это такой теобразный перекладина и оставляли его висеть на медленное умирание. И издали за казнью следило несколько женщин. Среди них была Мария Магдалина и мать Господа со своей сестрой. Послышался страшный стук молотков, которые вгоняли в запястье рук и ног огромные гвозди. Иисус прошептал «Отче, прости им, ибо не ведают они, что делают». Тучи сгущались и к трем часам дня стало темно, как в сумерках. «Элохи, элохи, лема шабектане, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этом последнем чтении Псалма Христос излил всю глубину своего беспредельного страдания. Конца молитвы он не дочитал. Началась агония. «Шахена, пить, пить!» Один из солдат, движимый состраданием, протянул ему на копье губку, смоченную каким-то кислым напитком. «Отче, в руки твоей предают дух мой». «Аббе, бидейк, суэм, нору». И в это мгновение люди почувствовали, как вздрогнула земля, раздались звуки грома, сверкнули молнии, началась сильная гроза. Смущенные и испуганные все стали возвращаться в Иерусалим. Ученики Христа были в отчаянии. Зачем Бог покинул его, покинул их всех? Он мучился, как миллионы людей, как любые живые существа. Он истекал кровью на страшном кресте. Никакой ангел не облегчил ему агонии. Может быть, правы были те, кто говорил, других спасал, а себя не может спасти. Может, Иисус не тот, за кого они его принимали? Что оставалось им делать? Бежать. Надо скорее бежать из этого зловещего города, вернуться в Галилею к своим домам, к своим рыбацким лодкам. Заходом солнца 8 апреля кончился срок субботнего покоя, и женщины отложили посещение пещеры, где положили тело Иисуса. До следующего дня они занялись приготовлением специального бальзама для бальзамирования. Только Малия Багдалина прямо рано утром побежала к склепу и смятение остановилось. Камень был отодвинут, пещера была пуста. Погруженная в горе, Магдалина почувствовала, что сзади нее кто-то стоит и оглянулась. Женщина, почему ты плачешь? Мариан услышала, для нее прозвучал до боли знакомый голос. Все всколыхнуло из ней. Это у ней не было никаких сомнений. Да, это был он. Не прикасайся ко мне, предостерег Иисус, я еще не взошел к отцу моему, но иди к братьям моим и скажи, восхожу к отцу моему и отцу нашего и богу моему и богу вашему. Много непостижимого хранят аналы человеческой истории, но можно сказать, что самое невероятное, что произошло в ней, это жизнь и смерть Иисуса Христа и тайна, которая увенчалась его жизнь. Если Христос не восстал, говорит апостол Павел, тщетна наша проповедь, тщетна и вера наша. Эта мысль, вот это воскресение Иисуса Христа является, как вам сказать, основополагающей всего христианского учения. В день Пасхи Церковь не просто исповедует веру в бессмертие души, но и преодоление смерти, тьмы и распада. Христиане верят, что с момента воскресения Христоса не умолкает над земной благая весть свободы, и спасения. А ты не, никто не из верующих не боится смерти. Принял и смертью Христос погасил смерть, сошедший в ад он погасил ад. Иоанн Златоуст так писал о воскресении Христа. Воскрес Христос и ты не звергнут. Воскрес Христос и пали демоны, воскрес Христос и радуются ангелы, воскрес Христос и жизнь воцарилась. Событий того времени прошло уже более двух тысяч лет. Возникла новая религия христианства. Сегодня ее исповедуют два миллиарда людей. За это время строились и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические, социальные перевороты, технологический прогресс изменил облик земли. Но религии остались, и не только христианство, и все религии мира. Они живы, потому что это они являются потребность самого человека. Учение Христа вдохновляло поэтов и вяятелей, вызывало к жизни могучие звуки симфонии и хоралов. Его образ запечатлен Андреем Рублевым Микел Анджело Рембрандтом и Новый Завет Евангелия переведен более чем на тысячи языков мира и издан миллиардными тиражами. К сожалению, идеи справедливости, братства, свободы, самоотверженности, служения, вера в конечную победу добра и ценности человеческой личности многократно нарушались и служителями церкви, и верующими, и государствами. В этом несовершенном мире все еще очень много зла. Властолюбие вождей, непреодолимое язычество толпы, мирские светские соблазны, внутренние расколы, крестолюбие многих служителей церкви. Казалось, все должно было принести религии непоправимый урон. Но религия живет, ибо потребность Бога есть потребность человеческой души. Не хлебом единым жив человек. Так что и сегодняшний день все эти три праздника Пасхи, которые вы отмечали, каждый по своей вере, как раз и напоминают об этом. В заключение я, честно говоря, очень люблю Пастернака. Еще хочу вам прочесть одно стихотворение из этого же цикла «Магдалина» оно называется. «У людей пред праздником уборка в стороне от этой толщи обмываю миром из ведерка я стопы причистые твои шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез, на глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, ноги я твои в подолу перла и слезами облила Иисус ниткой бус их обмотала с горла волосы зарыла как в брунус будущее вижу так подробно словно ты его остановил я сейчас предсказывать способна вещим ясновидением севил завтра упадет завеса в храме мы в кружок собьемся в стороне и земля качнется под ногами может быть и жалости ко мне перестроятся ряды конвоя и начнется всадников разъезд словно в бурю смерч над головою будет к небу рваться этот крест брошусь на землю у ног распясти обомру и закушу уста слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста ну и вот еще у нас пару минут есть и первая часть этого же стихотворения чуть ночь мой демон тут как тут за прошлое моя расплата придут из сердца мне сосут воспоминания разврата когда раба мужских причуд была я дурой бесноватой и улицей был мой приют осталось несколько минут и лишь наступит гробовая но раньше чем они пройдут я жизнь свою дойдя до края как оловастровый сосуд перед тобой разбиваю о где бы я теперь была учитель мой и мой спаситель когда ночами устала меня бы вечность не ждала как новый все теремесла мой завлеченный посетитель но объясни что значит грех и смерть и ад и пламень серный когда я на глазах у всех с тобой как с деревом побег срослась в тоске безмерной когда твои стопы Иисус оперша свои колени я может быть обнимать учусь креста четырехгранный брус и чувств лишаюсь к телу рвусь тебя готовя к погребению ну пожалуй вот это все значит у нас с вами заканчиваются пасхальные праздники время конечно сейчас не веселое но что я вам скажу религия нас учит любая религия нас учит верить не унывать и надеяться всегда на лучшее кстати сегодняшние вести немножко немножко хоть немножко почет в Европе так немного положительные там начали даже открывать небольшие магазинчики площадью до 400 квадратных метров начали открывать и детские ясли и детские сады хотя конечно цифры пока еще большие цифры заболевших этим вирусом коронавирусом уже подошла к 2 миллионам человек умерло 125 тысяч ну и в Америке цифры тоже феноменальные так что остается как всегда надеяться надеяться на лучше тем паче подходит уже и весна вирус этот не очень любит высоких температур может быть месяц два мы с вами как-нибудь выберемся и долго долго будем вспоминать это чудовище чудовищную совершенно эпидемию которая может быть и по количеству зараженных она не самая большая но она очень заразная и процент смертельных исходов тоже очень высок ну что у нас еще впереди впереди у нас 9 мая тоже наверное пару передач хотел бы сказать вот тот размах праздника который Путин готовил что со всего мира приедут в Москву высокопоставленные гости конечно он уже не получится но будут празднования а в конце я все же еще раз хочу поздравить всех православных слушателей с приближающейся Пасхой ждать вам осталось недолго ну и хорошей счастливой Пасхи вспоминайте как это было что это было и что это значит мне кажется это очень важно когда ты не просто празднуешь Пасху а знаешь что она значит с этим я заканчиваю всего вам доброго спасибо вам огромное ян всегда с нетерпением ждем ваших программ так что до встречи через неделю всем добро